Всем привет, ребята, добро пожаловать на мой бьюти канал снова, меня зовут Юля Прелла, и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о новой, летней, красивейшей коллекции от Huda Beauty, которая называется Nymph, Not Your Mom's Panty House, и на самом деле, я когда увидела эту коллекцию на Trend Moody, я поняла сразу, что я хочу ее взять, потому что она невероятно привлекательна, все такое блестящее, красивое, в стиле Huda, в общем, I was sold, у Huda Beauty уже выходило что-то с таким же названием Nymph, и вот она решила назвать эту летнюю коллекцию именно таким образом. На самом деле, эта коллекция, она обширна и разнообразна, в ней можно найти все, начиная от пляжных полотенец и сумки для пляжа, заканчивается эта коллекция продуктами для лица. Давайте по порядку теперь, первое, с чем она вышла, и что мне кажется, очень многих привлекло внимание, это румяна, которая называется Nymph Kiss Glow Blush, 39 долларов, о ней мы поговорим чуть позже, я покажу вам свочи, как это все наносится, в общем, все сладкое будет впереди у нас. Далее она вышла с кисточкой для того, чтобы наносить эти румяна, которые стоят 27 долларов, вышла она с тремя оттенками хайлайтера, от самого светлого до оттенка, который будет подходить с муглой кожи, и из трех оттенков я взяла оттенок под названием Luna, самый светлый оттенок, очень надеюсь, что он подойдет мне и будет смотреться шикарно. И также к этому хайлайтеру идет кисточка, которая 131 доллар, далее мы видим Nymph All Over Glow Helios, я точно помню, что отзывы были не самыми лучшими на этот продукт, к этому идет кисточка для хайлайтинга, стоит она 40 долларов, последняя для того, чтобы сделать наше тело блестящим, она вышла со сухим маслом, который стоит 49 долларов. Также ее коллекция пополнилась специальной кисточкой кабуки, которую можно наносить спокойно, это сухое масло, и что мне вот очень-очень понравилось, что она вышла с сумкой для пляжа в потрясающем дизайне, я прям долго думала, брать в нее или нет, 29 долларов она стоит, и также она вышла с пляжным полотенцем, на котором написано Huda Beauty, оно очень мило смотрится, опять же, я все-таки решила пока не покупать его, и давайте теперь перейдем к тому, что я купила. На самом деле, когда открыла посылку сегодня, я вдруг осознала, что она очень минималистична, в том плане, что у меня всего лишь два продукта из моей коллекции, я подумала, не маловато ли это, но такова уж коллекция ее, что у меня всего лишь два уникальных продукта. Первое, что я взяла, это, естественно, румяна, они у меня в оттенке Thea, но вообще оттенок только один у этих румян, вот такая милая упаковочка, они очень компактные, travel-friendly, сделаны они, кстати, в Италии, что здорово, я обожаю, когда что-то сделано в Италии. Вот таким образом они смотрятся, очень красиво переливаются они на свету, это дуахромные румяна, прикол этих румян, что вы можете использовать их и как хайлайтер, и как румяна, то есть два в одно. Я покупала все это на сайте Huda Beauty, потому что я ждала-ждала, пока это появится на Sephora, ничего не появилось, даже сегодня я проверяла специально, этого нет, только, по-моему, сухое масло на сайте Sephora есть. Насколько мне известно, эти румяна, они являются эксклюзивными на сайте Huda Beauty, поэтому это объясняет то, что этой коллекции до сих пор нет в Sephora, потому что обычно все, с чем выходит Huda Beauty, оно появляется тут же в Sephora. И на сайте даже написано online exclusive, что означает, что это эксклюзивно для ее сайта. Также на сайте говорится, что это супер комфортная, достраиваемая формула хайлайтера, универсальный шейд, который подойдет всем-то нам коже. Помимо того, что хайлайтер должен дать нам этот невидимый блеск, как будто бы изнутри, он тестирован дерматологами, веганский, веганская формула, что очень здорово. Перед тем, как мы посвочим, я хочу поговорить немножко об упаковке. Мне кажется, упаковка, она определенно не люкс, ни разу, к сожалению, к большому сожалению, потому что 27-29 долларов за такой продукт, 39 долларов, я извиняюсь, это, ну, немалые деньги, правильно же? И мне кажется, за такие деньги можно купить что-то не только потрясающего качества внутри и дизайна, но еще и красивой упаковки. Но, видимо, худо идет немножко в другом пути, она пытается сделать упаковку environmental friendly, как, в принципе, ее прошлая упаковка ее бронзера, тоже очень такая пластиковая упаковка, как essence, вот. Но, мне кажется, эта упаковка, она, возможно, даже чуть-чуть подороже чувствуется, чуть получше смотрится, может, потому что из-за красивого цвета этого продукта внутри. Вау, я вижу этот доохром уже, ребят, посмотрите на это, вау. Мне кажется, одного взмаха кисточки в этот хайлайтер-румян будет достаточно, чтобы получить невероятный блеск и пигмент. Он свочется золотистым, я этого не ожидала, я почему-то ожидала, что розоватый перелив будет в нем. Почему-то в первый раз, когда я посмотрела на свочи этого хайлайтера и румян, я увидела только золото, я перепугалась немножко аж. Но да, в принципе, можно видеть, что разные потоны, можно видеть, когда вы под разными углами на него смотрите, слушайте, ну, смотрится он красиво. Он ничем не пахнет, никакого запаха у него нет. И действительно, в этом хайлайтере нет никаких больших блесток, что очень здорово, потому что мне кажется, когда хайлайтер такого мелкого помола, он смотрится гораздо дороже на лице. Итак, давайте посмотрим теперь на наш хайлайтер. Опять у нас сегодня будет очень блестящее лицо, как мне кажется. И я взяла его в оттенке Luna, сделал он, кстати, в Италии, так же, как и наш предыдущий продукт от Huda Beauty. Как потрясающе смотрится продукт в новой, пока еще не тронутой упаковке, но смотрится он темновато. Мне кажется, на сайте он определенно смотрелся чуть более светлым. Опять же, об упаковке, сейчас я открыла свой бронзер, который был в ее прошлой коллекции. Я заметила, что на этом хайлайтере здесь есть такое металлическое кольцо, и мне кажется, это как раз-таки то, что делает еще эту упаковку более презентабельной, тогда как в ее прошлой коллекции нет никакого металлического кольца. И это смотрится, ну, через черт дешево, как мне кажется. Он чувствуется супер масляным, это как масло прям какое-то. Очень красивый блеск на пальце моим виден, это определенно. Супер натурально смотрится для такого цвета, хоть он выглядит достаточно темным в рефиле, он очень-очень быстро засыхает. То есть, это удивительно, и мне нравится это, что не нужно, знаете, закреплять пудрой хайлайтер, чтобы он нигде не размазался, ни по вашему лицу, ни на телефон и так далее. Это здорово, что он засыхает прямо быстро, то, что нужно. И оттенок луна описывается как легкий оттенок шампанского с золотистым и также серебристым шиммером, и он обещает подходить для очень светлой кожи и для светлой кожи также. Хода описывает этот хайлайтер как мультифункциональный бустер сияния для совершенствования кожи, который мгновенно усиливает сияние, создавая эффект сияния изнутри. И Хода советует использовать его отдельно в качестве основы перед макияжем или наносить на верхние точки лица для естественного мягкого блеска. Понятно, Хода, спасибо. Ну а теперь давайте же протестируем все эти новые продукты из коллекции NIMF от Huda Beauty. Я вас немножко приближу. Кстати, ребят, весь мой макияж, все, что я использовала сегодня в макияже, я оставлю ссылки на это в описании. Сегодня я впервые за долгое время использовала палетку от Huda Beauty Mercury Retrograde, и я в восторге. Хоть и самый темный оттенок, он не очень хорошо растушевывается, я все равно в восторге от того, насколько получилась сегодня растушевка у меня. Прям здорово. Итак, я хочу использовать сначала хайлайтер, хотел сказать, бронзер от Huda Beauty, у меня он в оттенке 01 Light, супер светлый оттенок, но очень смотрится натурально. Это как будто бы естественная тень на моем лице. Первое, с чего я хочу начать, конечно же, это румяна. Даже не хочется туда кисточку опускать, столько все это красиво смотрится. Кстати, ребят, мне нужен ваш совет, мне нужна тушь, которая не осыпается в течение всего дня, потому что у меня столько туши, и они все осыпаются, особенно в конце дня сейчас. Это просто караул. Это действительно очень космический блеск, космический в том плане, что в нем все цвета радуги, но я вижу в основном, конечно, розовый цвет. На самом деле, я считаю, много не нужно этого продукта. Мне почему-то кажется, что этот оттенок этих румян-хайлайтера, он уникальный, но он как бы не на каждый день, потому что, мне кажется, для именно вот этого продукта нужен какой-то особый либо аутфит, ну, в смысле стиль в одежде, либо макияж. Может быть, кстати, под мои тени он подходит, но если бы я сравнила даже этот оттенок румян-хайлайтера с хайлайтером от Pat McGrath, то я думаю, что Pat McGrath, он смотрится будто бы чуть естественней. Я не знаю, мне кажется, это больше как хайлайтер, чем румяна. Такого, знаете, оттенка, который специфический. Не каждому он понравится 100%. Конечно, я уверена, есть такие девушки, которым нравятся такие именно оттенки интересные, уникальные, я это понимаю, но для меня вот такие оттенки хайлайтеров это что-то, что я редко использую. Знаете, прикол этого хайлайтера в том, что его очень легко нанести неравномерно, то есть сейчас у меня он нанесен как-то вот больше с акцентом на вот эту точку. Мне не нравится это, он не прям суперски распределяется по моей коже, поэтому я не знаю. Но надо отдать должное, смотрится он очень-очень красиво. Когда я поворачиваюсь со всем светом, а на камеру он смотрится красиво, но в жизни он не смотрится красиво. Это вот прям первое впечатление. Я, наверное, ждала чего-то большего от этого запуска, потому что, ну, кому оно, это все так красиво смотрится. Нельзя не влюбиться хотя бы в то, как эта розочка красиво смотрит на нас в упаковке, не так ли? Но, в общем, пока мы впечатление первое. Это очень специфический цвет хайлайтера или даже румян. Очень блестящий, и в нем очень-очень много розового пигмента, поэтому пока что я не в восторге, если честно, к сожалению. И далее мы попробуем с вами хайлайтер, который у меня в оттенке луна. Если я не ошибаюсь, Huda говорит нам, что лучше всего наносить это руками, либо же спонжем. Мне кажется, все-таки пальцем это будет лучше всего. Красивенько, вау, это действительно очень такой, воу, хайлайтер, воу. То, что я думала, знаете, на камере оттенок смотрится красиво, но в жизни он золотит. Вот опять же, я вижу какое-то золото, но, конечно, нанесение у него, у этого хайлайтера просто потрясающее. Красиво смотрится, такой блеск. Идеально на лето, вот мне кажется, да, летнее время. У меня почему-то такая картинка вырисовывается. Я лежу у бассейна, и на мне этот хайлайтер на моих щечках. Я так лежу, читаю книжку или что-то еще делаю. И это издалека видно, хайлайтер этот, понимаете? Такие у меня почему-то ассоциации. Итак, я понажимала-понажимала хайлайтер этот на свои щеки, и я чувствую, что он уже засыхает. Вернее, он уже почти буквально засох. Ну, возможно, ему нужно еще парочку минут, но да. Такой у нас почти окончательный, конечный результат. Прикольно, красиво смотрится, да. Мне кажется, что из вот этих двух новинок от Худы мне больше всего заинтересовал и понравился пока что именно хайлайтер. Кстати, нужно быть аккуратным, потому что можно слишком много продукта на палец нанести, тогда вам захочется еще-еще больше нанести на щеки этого хайлайтера, тогда это, возможно, будет смотреться слишком много. Его вот реально нужно совсем чуть-чуть, настолько он активный и блестящий, сияющий по своей сути. Окей, сейчас я вижу, что я выгляжу, знаете, как кто? Как клоун. Эти румяна, они имеют в себе какой-то розовый интересный потон, я не знаю, сияние, оттенок. И в сочетании с этим хайлайтером, который у нас такой золотистый, с небольшим розоватым оттенком, оба они смотрятся странно, потому что здесь розовое пятно, а здесь золотистое пятно. Поэтому, может быть, я что-то не так делаю. В плане того, что не нужно было наносить два продукта эти одновременно. Я хочу все-таки нанести немножко хайлайтера этого вот сюда. Это влажная зона на нос и, естественно, на лоб. Не что, время поговорить о первых впечатлениях, о том, что я думаю об двух продуктах с новой коллекцией от Hot To Beauty, которая называется Nymph. Первое, с чего я хочу начать, это будет румяна-хайлайтер. В общем, ребят, я сегодня проснулась и решила сделать макияж заново и нанести хайлайтер этот еще раз, чтобы посмотреть, как он вообще смотрится все-таки при естественном освещении. Если честно, мне кажется, он все так же смотрится не очень. Я спросила своего мужа, говорю, как тебе хайлайтер? Он говорит, что он смотрится как чешуя рыбы. Я с этим согласна, потому что он смотрится очень неестественно, и его очень и очень сложно растушевать. Я использовала две разных кисточки сегодня, и даже при использовании двух разных кистей сегодня я поняла, что он очень-очень плохо растушевывается. Почти даже невозможно растушевать его красиво, чтобы он хорошо, красиво смотрелся на коже. Нет. И вот поэтому я сейчас, так знаете, подумала, он смотрится в шикарной упаковке, но когда дело касается нанесения его на кожу, это проблематично, это нелегко, и он будет, скорее всего, смотреться супер неестественно, как я уже сказала. Поэтому мне кажется, что он, скорее всего, не стоит своих денег. Кто бы что ни говорил, к сожалению, потому что он не работает так, как работают, например, мои другие хайлайтеры за более дешевую цену. Поэтому да, мне кажется, я не могу вам посоветовать его, потому что он просто не стоит своих денег. Я почему-то возлагала большие надежды на этот продукт, потому что он смотрелся так красиво на промо-фото. Но по факту это что-то специфическое, что-то, что обычная девушка, да, вряд ли захочет носить в повседневной жизни, потому что это очень странный специфический оттенок, да. Если бы это был какой-то такой милый розовый полутон, так это чисто, ну, настоящий дуахром, который смотрится очень красиво, когда вы свочите на пальце, он смотрится очень красиво. У меня не вызвало нанесения на щеки этих румян хайлайтера каких-то супер положительных эмоций, наверное, еще и потому, как он наносится не очень равномерно. Поэтому я печальна сама, что мне продукт этот не понравился, потому что я, опять же, возлагала большие надежды на него. Но нет, к сожалению, мне он не понравился, мне он не подошел. Мне почему-то кажется, что этот элемент коллекции ухода бьюти больше как для коллекционеров, потому что, опять же, не каждый осмелится нанести на кожу лица такой странный оттенок, который будет уместен больше как для фестиваля. У меня такое мнение, возможно, у вас оно другое. Мне будет очень приятно послушать в комментариях, что вы думаете, если вы покупали эту коллекцию, что вы думаете о том, как этот оттенок смотрится на коже, этот дуахром. Кстати, мне пришла очень классная идея. Если честно, у меня не так много дуахромов в моей коллекции, но именно этот от Pat McGrath, с которым она вышла, может быть, месяца три назад, четыре месяца назад, время так быстро летит. Это вот как раз-таки тот дуахром, который красиво смотрится на коже, он смотрится уместно даже для длинного ношения. Боже мой, они супер-супер похожи. Таким образом смотрится халатер от Pat McGrath, и вот таким образом смотрится халатер от Huda Beauty. Я не знаю, ребят, вы знаете ли вам разница какая-то или нет, но они прям вот как брат и сестра очень-очень похожи. Конечно, Pat McGrath, он немножко более дает в золотинку. В нем больше золота, тогда как в халатере от Huda Beauty. Большое количество мелких-мелких блесток, и это дает такой эффект больше как, не знаю, звездной пыли. Я бы сказала так, когда вы слочите это, но на щеках моих это не было эффекта звездной пыли. На моих щеках это было что-то не очень красиво выглядящее, как мне кажется. Хотя на камере смотрится красиво, я не знаю. Я еще, естественно, это все буду тестировать, поэтому пока рано о чем-то говорить, но в общем, звезды говорят сами за себя, и эти два продукта, они очень и очень похожи. Это большой шок. И последнее, что мы сегодня использовали, это хайлайтер в оттенке Luna, самый светлый. Да, мне он понравился. Это очень хороший хайлайтер, очень классная кремовая текстура, которая очень легко засыхает. Мне кажется, что самым близким таким дюпом на этот хайлайтер от Huda является Colourpop с их SuperShock формулой. Возможно, но в общем, мне нравится, как он смотрится. Все очень красиво. Бесподобное сияние, не какое-то прям, знаете, сильное-сильное. Однако, если, конечно, вы нанесете очень много продукта на ваши щеки, это будет чрезмерное сияние. Но если наносить его аккуратно, то это будет очень красивое, здоровое сияние вашей кожи. Идеально на лето, как мне кажется. Но обоих продуктов разные сроки годности. Например, у доохромного хайлайтера срок годности 18 месяцев, сделанного в Италии. А у этого кремового продукта срок годности 12 месяцев. Что круто, потому что я точно знаю, что у многих кремовых продуктов срок годности обычно 6 месяцев, там 8, но год. Это очень круто. И да, ребята, такой на сегодня был обзор на новые коллекции от Huda Beauty Nymph Collection. Мы попробовали с вами два продукта, именно хайлайтер и румяна. И мне будет очень интересно узнать, каково же ваше мнение на эти продукты. Понравились ли они вам, не понравились. Планируете ли вы покупать или для вас это прям пас. Если бы я все-таки советовала вам, что купить на их сайте из новой коллекции, наверное, это будет именно хайлайтер. Мне кажется, что этот продукт он пока выигрывает. В сравнении с нашими румянами-хайлайтером. Потому что это... Нет, мне не понравилось. И да, ребята, спасибо большое за просмотр. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения. Ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока.